Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Приход интернета на рынок ценных бумаг значительно упростил жизнь, но поскольку акции и другие бумаги в новом электронном виде перестали иметь бумажную форму, то электронный учет владельцев ценных бумаг – это, по сути, единственное подтверждение тому, и сколько активов принадлежит. Поэтому очень важным фактором стала сохранность реестров акционерных обществ. Говорим сегодня о роли и важности присутствия в нашей жизни регистратора. Я представляю гостей в студии. Исполнительный директор АО «Статус» Мария Владимировна Погуляк и директор самарского филиала «АО «Статус» Ольга Ивановна Кузьмина. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что ж, давайте мы с вами побеседуем. И первый вопрос, наверное, логичный. Поскольку не все наши телезрители знакомы с тонкостями регулирования рынка ценных бумаг, вот давайте проведем небольшой такой краткий ликбез. Какую информацию содержит в себе реестр компаний, и почему так важно, что его ведением занимался профессиональный регистратор? Ликбез предлагаю начать с понятия реестра держателя. Реестродержатель или регистратор – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, исключительной деятельностью которого является введение реестра акционеров тех компаний, которые заключили с ним договор. Сам реестр – это список зарегистрированных лиц, где содержится сведения о каждом зарегистрированном лице, о количестве акций, которые принадлежат каждому зарегистрированному лицу. Вот, собственно, учет, сбор, хранение вот этой информации, и есть главная задача регистратора. Что касается вопроса, почему так важно, чтобы профессиональный регистратор вел реестр акционеров, хочу отметить, что с 1 октября 2014 года законодательством запрещено самостоятельное введение реестров акционерными обществами, независимо от того, сколько акционеров в них зарегистрировано. То есть нужно именно обращаться к профессиональным регистраторам. Ну, в таком случае у нас, скажите, пожалуйста, в России акционеры, они соблюдают закон, законодательство? Обращаются к вашим услугам? Конечно, они обращаются к нашим услугам. И хочу сказать о том, что есть еще такие общества, которые не передали реестр, то есть не исполнили эту обязанность по передаче. Конечно, Центральный банк России такие общества разыскивает, направляет им предписания. Что, собственно, советуете вы и сделать, да? Обратись на это внимания. Да, да, но мы, может быть, еще подробнее у нас просто вопрос. Хорошо, Мария, вот акционерный общественный статус – одна из крупнейших регистраторских компаний. Вот насколько востребованы на сегодня услуги регистраторов среди компаний вот именно на сегодня? Да, вы знаете, очень востребованы. На самом деле, по статистике, в России сейчас на обслуживании регистраторов находятся более 52 тысяч компаний. Это именно акционерных обществ. Несмотря на то, что законодательством у регистраторов ведется сейчас только акционерное общество, общества с ограниченной ответственностью могут самостоятельно вести реестр. Сейчас, возможно, будут законодательные новеллы, которые позволят, в том числе и регистраторам, вести общество с ограниченной ответственностью. В 2014 году, после того, как произошло изменение в законодательство, когда акционерное общество обязали всех поступить на обслуживание в регистраторы, из-за отсутствия передачи реестра в регистратор были большие штрафы предусмотрены. Ну, собственно, они и сейчас там на акционерное общество накладывали штрафы там свыше миллиона рублей. Это достаточно серьезная денежная нагрузка на общество. Что хотелось бы сказать, что общество с ограниченной ответственностью, многие думают, что это достаточно просто, легко, денежно-незатратно, к нотариусу сходил. Но ведь регистраторы, предоставляя широкий спектр услуг, в том числе обладая широкими компетенциями по остальным вопросам, помогая своим клиентам, предоставляют конкурентные услуги в этом смысле. И поэтому, когда большой поток акционерных обществ пошло именно преобразовываться в форму ООО, люди не до конца взвесили последствия от этого. Вот. Статус, да, это достаточно крупная компания. Мы входим в тройку лидеров по различным показателям. Это и выручка, прибыль, количество обслуживаемых реестров. Нам доверяют такие компании, как Сбербанк, ФСК, Россети, крупные металлургические комбинаты, очень известный производитель автомашин КАМАЗ, АвтоВАЗ. То есть у нас очень большой крупный пул известных клиентов. Ну это вы российские назвали компании. А вот, если не секрет, если это не коммерческая тайна, самарские, какие компании доверили вам? У нас достаточно много известных самарских компаний. Могу привести, как пример, это самарский булочно-кондитерский комбинат, это самарский речной порт, Самара-Газ, самарский кондитер, к примеру. Такие, которые на слуху у нас у всех. Хорошо. В продолжении нашего разговора, Мария, вот регистратор – профессиональный участник, я так полагаю, и не только, да? Если да, то что еще? Да, и не только. Я бы сказала, что это своего рода и доктор, и друг, собственно, о чем хочется сказать. Сейчас же у нас такие тенденции в России, ну, собственно, и во всем мире, да, это основное – это клиентоориентированность и возможное получение услуг в едином окне. Ну, характерный пример из нашей жизни – это мои документы. Да, когда мы приходим туда, родился у нас кто-то, женился, и остальные какие-то услуги, мы получаем все в одном месте. И регистратор для своих клиентов и для эмитентов, и для акционеров тоже предоставляет такой перечень услуг, связанные с акционерными. Здорово, это очень удобно. Да, это удобно, это хорошо, потому что, например, если говорить для эмитентов, мы предоставляем услуги… Переведите сразу, чтобы это было полезно. Эмитенты – это как раз вот наши клиенты, акционерное общество. У нас есть два типа клиентов – это эмитенты и акционеры, да, которые являются акционерами, непосредственно держателями ценных бумаг этих акционерных обществ. Для эмитентов мы предоставляем не только ведение и хранение ценных бумаг, мы сопровождаем их корпоративные мероприятия, которые очень важны. Это общее собрание акционеров, это выплата дивидендов. Также мы оказываем услуги, связанные с эмиссией, да, то есть размещением. Общества дополнительно могут размещать акции, и в этот момент им необходимы наши консультации, сопровождение этих мероприятий. То есть вот всевозможные такие юридические, в том числе у нас очень широкая линейка услуг, мы оказываем еще там дополнительно какие-то консультационные услуги для эмитентов. Но вот поддержка, она в большинстве своем юридическая, или в том числе еще и документальная. Вот в чем конкретно адресная помощь? Она, естественно, и юридическая, и документальная. То есть когда мы сопровождаем клиента, полный пул услуг, он включает в себя сопровождение, в том числе, то есть есть же очень сложные ситуации, когда это большие какие-то реорганизации в компаниях проходят. Свои юристы... С профессионалом? Да, конечно. Свои юристы на местах, они имеют достаточно узкую специализацию. Коллеги, которые работают в регистраторах, они на самом деле имеют очень широкий спектр возможностей, да, ну и, конечно же, опыт, который от него никуда не деться здесь в этой истории, это очень важно. То есть наличие всевозможных историй, связанных с тем, что мы можем применить. Вот, кстати, об опыте. Сколько лет работает компания на рынке? Компания работает более 22 лет на рынке. Вот, то есть это такая опытная компания, серьезная, да. Так что... Хорошо, Ольга, но вот о каких новых возможностях регистратора можно говорить сегодня? Позволю себе немного статистики для начала, чтобы было понятно. Я взяла цифру за текущий 2019 год, с 1 января по 1 октября 2019 года. В Егар-Июл была внесена запись о регистрации 959 акционерных обществ. А количество юридических лиц, прекративших свою деятельность, составило 6187. То есть прекратила деятельность в 6 раз больше обществ, чем зарегистрировалась. То же самое, такая же статистика по Самарской области. Ну что это значит? У нас зарегистрировано 21 общество, а прекратила деятельность 133. Это означает, что у нас идет резкое сокращение акционерных обществ, соответственно, наших клиентов. Поэтому, конечно, регистраторы ищут новые возможности и новые сферы применения, так сказать, своей деятельности. Вот хочу рассказать об одной из них. Да, пожалуйста. С 1 января 2020 года в силу уступает норма, позволяющая регистраторам наравне с Центральным банком Российской Федерации регистрировать эмиссии. Правда, в ограниченных пределах. То есть речь идет о простых случаях регистрации выпусков акций при учреждении акционерного общества. Как это будет происходить? Допустим, юридические или физические лица решили создать АО. С января 2020 года первым шагом будет выбор регистратора. Когда они выберут регистратора... То есть без вас нельзя будет создать? Да. И придут они к нам, мы им окажем полный комплекс услуг. То есть мы возьмем на ведение реестр акционеров, мы зарегистрируем выпуск, мы окажем консульционные услуги, такие, какие возможны, то есть поддержку. Вот насколько это облегчит жизнь предпринимателей, Ольга? Облегчит, потому что есть еще один небольшой нюанс при этом. Мы без доверенности от имени учредителей сможем напрямую отправить документы в налоговую инспекцию. То есть вот в этом будет, может быть, оно какое-то незначительное, но главный потенциал... Но это, опять же, к нам не времени, а, соответственно, и средства... Да, да. Вот этого направления объясню почему. Потому что это будет главное наше отличие от нотариусов. Ведь сейчас учредители идут либо сами в налоговую физически относят документы, либо они обращаются к нотариусу. Нотариус не наделен правом регистрации. Он выступает в роли курьера, то есть получает заявление, заверяет подпись и также по электронным каналам отправляет эти документы в налоговую. То есть вот этого звена они будут лишены и будут работать напрямую. То есть вот этой цепочке не будет длинной, будут работать напрямую благодаря нам, регистраторам. Поэтому вот новые возможности открываются в связи с этим. Ну а для кого они в первую очередь открываются? Для АО, ОО, ИП, там, не знаю, частного физического лица? Вот все-таки обозначите границы. Вот кто конкретно может стать вашими клиентами? Нет, ну в данном случае мы говорим, конечно, об акционерных обществах. Но вот именно вот этот нюанс, про который я сейчас сказала, он, возможно, позволит в будущем нам открыть новый рынок. Это ведение реестров общества с ограниченной ответственностью. Регистраторы очень давно об этом мечтают. Вот сейчас эти реестры ведутся в ЕГРЮ, налоговая инспекция. А учредители ООО хотят, чтобы у них был выбор, либо в налоговый ввести реестр, либо у нотариуса, либо у регистратора. Скажите, пожалуйста, а вот частный, просто сейчас на ум пришел такой вопрос, ну не сочтите его, как бы может не совсем профессиональным. Есть такие люди, у которых, допустим, есть в собственности акции, ну от каких-то предприятий, от заводов и так далее. Они могут к вам обратиться за помощью, за профессиональным держанием? Конечно, могут. Но при условии, что как бы статус ведет реестр или является трансферагентом данного общества, конечно. То есть тоже можно. Да. Ну хорошо, а вот правильно я понимаю, что внедренные инновационные технологии позволяют все-таки статусу заявлять о максимальной защите информации клиентов. Ведь на сегодня безопасность, ну согласитесь, играет немаловажную роль. Да, конечно, безусловно. Безопасность это то, чему больше всего уделяется сейчас внимание. Что касается новых инновационных технологий, то о них бы хотелось поговорить, потому что у нас в статусе представлена уникальная возможность. Что происходит сейчас на рынке? В принципе, все регистраторы предоставляют примерно одинаковые личные кабинеты имитентов, личные кабинеты акционеров с минимальными возможностями. Это наличие, отсматривать свой портфель, то количество акций, которое у вас лежит на лицевых счетах. Это по текущим, если общество предоставляет возможность своим акционерам голосовать на собрание, тоже можно в личном кабинете. Также отслеживать выплату дивидендов. Это вот минимальное количество услуг, которые предоставляются в личных кабинетах. Что произошло у нас? Мы создали уникальный сервис, который позволяет нашим акционерам осуществлять операции в реестре, не выходя из дома, в том числе проводя идентификацию через Сбербанк-1. То есть, если ты имеешь Сбербанк онлайн, то у тебя есть возможность воспользоваться нашими услугами. У нас в личном кабинете вы можете получить, соответственно, выписку, внести изменения в реестр, провести операцию, в том числе с помощью нашего сервиса. Почему мы говорим про безопасность? Безусловно, регистраторы, они относятся к тому, что безопасность это превыше всего. Честно сказать, что сейчас ситуация в России, она не очень хорошая с точки зрения мошеннических действий. Есть недобросовестные акционеры, которые, собственно, делают следующим образом, они продают свои акции, а потом пытаются их востребовать назад. Такое тоже, к сожалению, встречается. Есть, конечно, мошенники, которые пытаются завладеть имуществом умерших людей. Вот, и здесь у нас существуют специальные методики, специальные технологические системы, которые нам позволяют этого избежать. И наличие вот такой информационной безопасности, да, в том числе с помощью привлечений компаний, которые там позволяют сканировать периметры информационных систем, дополнительно осуществлять защиту с помощью определенных методик, вот здесь регистратор в основном, конечно, концентрируется на этом. Мария, можно сказать, что в статусе эта услуга уникальна, она есть только у вас? Да, конечно, она есть только у нас. И не у одного регистратора этой услуги нет. В ближайшее время вряд ли у них получится повторить наш опыт. То есть эксклюзив предлагаете своим клиентам. А вот с какими проблемами могут столкнуться компании, которые ведут свой реестр самостоятельно, к примеру, не обращаясь вот к таким профессионалам, как вы? Ну вот мы уже сказали в начале передачи о том, что это незаконное ведение, то есть самостоятельно акционерным обществам запрещено сейчас вести реестры. Банк России ведет работу по понуждению обществ к исполнению требований законодательства. И хочу отметить, что неисполнение акционерными обществами этого требования влечет дополнительные трудности. Например, такие общества не могут правильно заверить решение общих собраний. И это может привести к реальным трудностям. То есть они не смогут переизбрать директора, не смогут одобрить кредит, как пример можно привести такой реальный. И, конечно, вот Мария уже сказала о том, что у нас огромные штрафы предусмотрены от 700 тысяч рублей до миллиона. И, конечно, для общества, ну, наверное, практически для многих обществ это огромная сумма. И хочу отметить, что уплата штрафа не освобождает от передачи реестра. То есть в любом случае настоятельно рекомендуем тем обществам, которые еще самостоятельно у себя реестр ведут, передать профессиональному регистратору. Ну, это, разумеется, влечет, конечно же, определенные затраты. Скажите, пожалуйста, дорогое ли это удовольствие? Ну, мы хотим сказать, что в статусе демократичной цены, поэтому это недорогое удовольствие по сравнению с миллионом рублей, которые предусмотрены законодательством. Нет, все цифры очень реальные, очень как бы сопоставимые. Услуги регистратора недорогие. Ну, а потом безопасность, как мы уже сказали, она превыше всего и стоит этого. Самарский филиал, как вы позиционируете, самый крупный филиал из всех присутствующих на регистраторском рынке Самара. Расскажите, пожалуйста, непосредственно об этом. С удовольствием и с большой гордостью могу сказать о том, что Самарский филиал – это самый крупный филиал из всех присутствующих на регистраторском рынке города Самары. В этом году мы отметили 17-летие, нашей деятельности. Филиал начинался в далеком 2002 году с 10 эмитентов. Сейчас у нас на обслуживании находятся 280 обществ, среди которых известные, как я уже сказала, наши и самарские общества, те, которые находятся в Самаре, в Самарской области, в Пензенской области, в Саратовской области, в Оренбургской области, в Москве, да и вообще во многих регионах, то есть не только в наших. Конечно, основной вид деятельности – это ведение реестра акционеров, но кроме этого филиал оказывает еще и очень широкий спектр сопутствующих услуг, таких как и подготовка проведения общих собраний, подготовка и рассылка материалов к общим собраниям. Мы помогаем зарегистрировать дополнительные выпуски ценных бумаг, мы готовим проекты обязательных и добровольных предложений для наших клиентов. Кроме этого, могу сказать, что ежегодно для наших клиентов мы проводим бесплатный семинар. То есть мы… Обучающие, да? Да. Мы не просто вот по договору ведем реестр акционеров. Мы с нашими клиентами общаемся, мы с ними дружим, мы помогаем разрешить им различные сложные вопросы, проблемы. И, конечно, каждый наш клиент может рассчитывать на индивидуальный подход и на решение его проблем. Вот, кстати, периодически появляются на ваших экранах уважаемые телезрители телефоны Самарского филиала. Ну вот, чтобы стать вашим клиентом, что непосредственно нужно сделать? Прийти к вам в офис, либо позвонить, либо как-то связаться с вами по интернету. Ну вот какие-то организационные моменты озвучите, пожалуйста, Ольга. Ну, конечно, можно все эти воспользоваться всеми видами связи, но, конечно, лучше предварительно позвонить, договориться о встрече, прийти к нам, заключить договор, обсудить все моменты. То есть мы всегда рады. Абсолютно ли все акционерные общества вы берете себе на обслуживание? Либо есть все-таки какие-то исключения? Если да, то озвучьте их. Если у общества все в порядке с документами, конечно, мы берем все. Проверка предварительная какая-то проходит? Обязательно, обязательно. То есть вы, потому что отвечаете за действие последствия? Для заключения договора на оказание услуг по ведению реестра нам необходим перечень документов учредительных. То есть если все учредительные документы, которые нам необходимы для ведения реестра общества, имеются, никаких препятствий к заключению договора и подписанию акта приема-передачи нет. Но, конечно, сейчас есть такие моменты, когда общество не может по каким-то причинам, то есть комплектность документов, там еще что-то. В этом случае мы можем заключить договор на консультационные услуги, оказать как бы услуги по восстановлению этих документов и так далее. Поэтому приглашаю к нам на обслуживание. Очень хочется спросить о квалификации вашей команды, потому что, конечно же, в компании главное это люди. То, с кем приходится работать и как приходится работать? Расскажите. Коллектив Самарского филиала – это единая команда, целью которой является эффективное обслуживание клиентов. То есть квалифицированный персонал – это гордость и основное конкурентное преимущество статуса. В нашем филиале работают специалисты с очень большим опытом работы. Каждый более 20 лет уже на регистраторском рынке. Силами филиала мы проводим более 200 общих собраний в год. Это много достаточно, хочу сказать. Также нашим клиентам мы оказываем, как я уже говорила, очень много услуг. То есть квалификация нашего персонала позволяет уменьшить и увеличить уставный капитал, производить различного рода реорганизации, то есть выкуп ценных бумаг. Мы можем оказать любые-любые вот эти консалтинговые услуги, пожалуйста, полного спектра, скажем так. Поэтому всегда готовы оказать поддержку, помощь. Мария, вот, кстати, как вы оцениваете работу саморского филиала? Ну, на высоком уровне. Мы гордимся тем, что у нас есть такой филиал, потому что у нас очень происходит плотное взаимодействие, есть какие-то совместные проекты, где-то у нас что-то централизовано, понятно, по бизнесу проходит. У нас полное взаимопонимание с коллегами и взаимопомощь и поддержка, я бы так сказала. Ну, это, конечно, замечательно. А вот какие события в жизни акционерного общества требуют особого внимания, Ольга? Ну, из таких событий, из главных, я бы, наверное, отметила годовое общее собрание акционеров. Потому что каждое акционерное общество обязано раз в год годовое общее собрание провести. Кстати, это происходит в конце года? Нет, это происходит через два месяца после начала и не позднее шести месяцев. То есть с 1 марта и по 30 июня включительно. Вот четыре месяца – это пора годовых собраний, когда можно провести. То есть у вас жаркая пора в это время? Да, совершенно верно. Дело в том, что на собрании подводятся итоги уходящего года. Принимаются очень важные корпоративные решения. Избирается совет директоров, ревизионная комиссия общества. Выносится вопрос о выплате или не выплате дивидендов. То есть это очень такое вот мероприятие, скажем так, важное. Федеральный закон об акционерных обществах наделяет общие собрания такими полномочиями, статусом. То есть он говорит о том, что это высший орган управления обществом. Процесс организации, конечно, требует тщательной, долгой подготовки. И несмотря на то, что в законодательстве четко расписаны, то есть все этапы созыв, подготовка, проведение собраний, у клиентов всегда очень много вопросов, вот именно касающихся годовых собраний. Особенно, наверное, у новичков. Ну и у новичков, и у новичков связаны с тем, что у нас происходят изменения в законодательстве, поэтому вопросы постоянно у нас возникают. И большее количество консультаций, которых мы проводим, это вот консультации, связанные с годовыми собраниями как раз. Поэтому это очень важный мероприятие. Мария, а вот все-таки в итоге, на что бы вы посоветовали обратить внимание при выборе регистратора? Понятно, что вы не одни участники на рынке, есть еще компании. Но вот все-таки, какими ценными советами с профессиональной точки зрения вы могли бы поделиться? Прежде всего, я бы обратила внимание при выборе регистратора, это на его надежность, на количество лет работы, на используемые технологии. Вот это, безусловно, самое важное. Также есть и страхование профессиональной ответственности, но оно есть у всех регистраторов, вот на это все равно надо обращать внимание. Дополнительно, что немаловажно, как я уже говорила, форма клиента ориентированности, это наличие широкого спектра услуг. Чтобы ты мог не просто... Не 3, не 3 и не 5. Да, гораздо больше все то, о чем мы говорили с Ольгой. Здесь нужно обращать внимание, потому что главное не просто вести реестр и хранить ценные бумаги, но еще получить службу единого окна, когда ты всегда знаешь, что ты можешь обратиться в свой регистратор, и тебе помогут практически по всем вопросам. Всегда ли налажена эта работа четко? Конечно, я понимаю, что, может быть, какая-то система может дать сбой. Или у вас здесь все настолько отлажено, что, как говорится, комарнос непоточный? Ну, по крайней мере, рекламации на тему того, что мы не отвечаем на вопросы, или к нам обращаются, что мы не смогли дозвониться до филиала, или еще что-то такого нет. Такого нет? Да, это, безусловно, это важно. Вот, ну и, конечно же, то, про что я сказала, клиента ориентированность не на словах, а именно на деле. А вот я бы сейчас попросила, если вдруг кто к нам, к нашему разговору присоединился не с начала программы, все-таки проанонсируйте еще вот эту уникальную услугу, в которой вы индивидуальны, в которой вы неповторимы. Речь идет о проведении операции в реестре, не выходя из дома, да, то есть мы все стремимся, говорим про цифровые технологии, говорим о возможности пользоваться новыми сервисами. Замечательный сервис Сбербанк Онлайн, собственно, который позволяет нам в том числе осуществлять нашу услугу, и поэтому акционеры, которые имеют Сбербанк Онлайн, могут, соответственно, войти в наш личный кабинет, в свой, и осуществить там всевозможные услуги, внести изменения в реестр, открыть счета, осуществить перевод ценных бумаг. Вот, то есть все это можно сделать. Это может сделать рядовой акционер, либо это может сделать только руководство компании? Нет, сейчас мы говорим об акционерах в физических лицах. То есть вот все физические лица, которые владеют акциями. Спасибо. Ольга, конечно же, хочется, чтобы вы озвучили преимущество работы все-таки с вашей компанией, с Самарским филиалом. Ну, конечно, надежность – это первое, что я отнесла, в том числе и к Самарскому филиалу. Большое внимание уделяется в статусе защите информации при этом. Высокая технологичность – это также преимущество. То есть идет активное внедрение электронных сервисов, возможности проведения операции, не выходя из дома – это также преимущество. Квалифицированные опытные сотрудники. Демократичные цены, что немаловажно в наше время. Клиентоориентированность – тоже наше преимущество. Нам важен любой, даже самый мелкий клиент. То есть мы со всеми работаем с удовольствием. Широкий территориальный охват компании – это более 40 подразделений, куда может обратиться любой клиент, в том числе и клиент Самарского филиала. То есть правильно ли я поняла, что вы работаете не только по городу, но и по Самарской области, есть представительство. И наверняка у вас сайт информативен, можно всю эту информацию на сайте узнать. Ну и, конечно же, позвонив по телефону, который периодически появляется на экранах, уважаемые телезрители. Ну и в завершении нашего с вами разговора у нас осталось с вами буквально несколько минут. Хотелось бы узнать, с какими итогами подходите вы к завершению 2019 года? Ну и, конечно же, какие планы на год 2020 и будущий? В этом году в статусе была утверждена новая стратегия компании развития. Мы все идем в цифровую реальность, и поэтому мы первый цифровой регистратор. Несмотря уже на наличие уникальной услуги, мы решили продвинуться дальше в этой сфере и сейчас заканчиваем так называемый, я бы сказала, даже социальный проект. Мы создаем сервис, который позволит небольшим акционерам, владеющим мелким пакетом акций, до 100 тысяч рублей, иметь возможность продавать свои акции на площадке на нашей, на электронной, не уводя эти акции, не неся дополнительные затраты к брокерам. Вот, то есть, такую площадку электронную, обмен, так сказать, акциями, вот, она позволит существенно увеличить ликвидность мелких пакетов, и также, конечно, основная будет тенденция, это то, что ты сможешь это делать, не выходя из дома. Это уникальный сервис, и дальше, конечно, больше мы собираемся дальше развивать всевозможные технологии, которые нам позволят, я надеюсь, что побольше в своей части захватить рынок ценных бумаг. В хорошем смысле этого слова. Да, естественно. Ольга, ну, а планы Самарского филиала? Планы Самарского филиала, конечно же, совпадают с планами нашего центрального офиса и всего статуса. Также эффективно работать, привлекать клиентов и качественно оказывать услуги. Ну что же, спасибо вам большое за ваши ценные профессиональные советы. Хочется пожелать, конечно, вам удачи и развития, успеха вашего бизнеса, ну и, конечно же, чтобы ваши, уважаемые клиенты были всегда защищены. Спасибо большое всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Увидимся, всего хорошего. До свидания. До свидания.